здрасте всем 30 сентября последний сентябрьский денечек он меня хотел вчера вот сюда вот загнать внутрь и вот этих еще задних рядов не было вот с правой стороны туда внутрь заезжает короче я сделал вывод только один что если же становиться в этом болоте вачинске остановиться на той стоянке на это я больше не поеду не стать нормальной ничего я не туалета не умывальника ничего с утра не нашел хрень короче полная вот это вот все закрыто никуда не зайти чайхана закрыта с 8 утра работает что это за кафе на стоянка круглосуточной которые работают с 8 утра вы не знаете лишь бы что вот напротив там за красноярск нефти продукт на той стране как там хоть более менее цивилизованно хоть расставляют машины цивилизованно какой-то движняк идиот ну утро правильно пол восьмого утра самое время все на работу едут нам сейчас тут повернуть налево надо полностью не понравилось вообще кто там справа выехала лимб нифига не видно уже слева летят справа закончили смеются врат киргиз пропустил дарла сейчас пол дороги перекрою своим хвостом не перекрыл вот так что ставим по пятибалльной системе минус 2 ничего положительного не увидел я горе я там рядом поставлю с этой с кафешкой чтобы завтра не перед не мешали выезжать я рано буду выезжать но не то чтобы рано многие спать будут куда он то откуда я трогался он меня там разрешил стать светофор но так загадочно еще и в этом мигающий еще бы каннскую объездную пачинска каннской объездной и все и на этом участке вот минусинск качинский каннск качинск ты еще ладно куда не шло канцк обязательно в первую очередь нужна не зная сегодня первые заморозки минус 2 вот в этом году вчера первый снег сегодня первая минусовая температура которую визу ой 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 какое солнышко зато денек будет во всяком случае собирается быть хорошим солнечным ясным солнышко полоска это хорошо хотя но и слепит для этого у нас есть дополнительные глаза так 690 то место ну вот я все таки думаю что сегодня мы доедем до 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 чего вот блин это ж надо с головой выскочила первый этот город когда в иркутскую область лежит это еще это вот до той же это доедем в тайшете переночуем и завтра рано-рано-рано с первыми как говорится петухами с первым лучиком только только начнет светать и мы туда сунемся в этот участок участок нового участок незнакомый тем более там бездорожье говорят ехать туда в ночь как-то не совсем практично я думаю без такой большой надобности туда тайшет одет я не знаю сколько на кентров 550 наверно что-то такое вот вот сегодня мы туда доползем вернее почему-то ползем доберемся там перекантуемся и с утреца потихонечку посудимся на участок который такой возможно будет сложно а может и нет не знаю узнаем завтра может быть конечно и сегодня но вряд ли просто как-то ну слегка не логично незнакомые бездорожья ехать ночью лучше это сделать завтра с утра плюс у нас сегодня еще час украдут когда мы в иркутскую область заедем сейчас 4 с москвой разница будет 5 будем видеть по ходу дела пока погнали пока в сторону красноярска красноярск у нас тут завтра вы же сами понимаете красноярск это без местных жуликов тут никак не обойдешься тут пока да не снимут никак не проедешь этого человека уже знаете правда сегодня саша у нас один без ирины без супруги уехала злина слава богу хоть сегодня без этого без экстрима без ныряния вынеси и прыгания с парашютом красноярское море лазание по красноярской гс просто чисто обойдемся завтраком вот сашка завел меня в кафешку хорошая такая кафе восток да даже называется сейчас по шашлычку покушаем позавтракаем ля-ля тополя и надо ехать оторваться ну приятного аппетита впечатление хорошее вообще классно так покушали обстановка уютная все кафе восток это сколько туда за что килотрон 70 до красноярска все отлично понравилось будем заезжать будем знать шикарно постоим поговорим минут 15-20 и все надо работать некогда пока шалить мы восполнили да 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 когда будет время это точно все расстались мы сашкой нету времени на всякие интересные вещи пока куда-то съездить что-то нового посмотреть надо трудиться трудиться еще раз трудиться как завещал великий ленин поехал он домой отдыхать с выходной а мы дальше сейчас на объездной будем уже уходить на регион заедем попробуем водички на регионе набрать воды уже нет есть но очень мало надо пополнить запасы рация молчит рация не молчит это просто народ молчит вот иркутск край прямо иркутск право на объездную чисто только за водой заскочим где он посмотрим если есть возможность там набрать ни разу не набирал канистра уже пустая мытье банок дает о себе знать расход воды сумасшедший держитесь 60 160 160 так 160 потеплело плюс 4 стала сухо хорошо главное чтобы завтра там также было по сухой гравейки приятнее будет ехать чем по мокрой я так думаю край-край-край красноярский край красивые места вот автостоянка даже написано кто-то за пост интересуется о смотрите два лунохода везет это уже куда-то в далекое бездорожье в глубокое бездорожье их попрет новые сюда же сиденье в этом как его в целлофане куда-то он их попрет так мы регион на регионе пойду за счет воды узнаю где тут есть что нет и не задерживаясь поедем дальше видел я такие меня в казахстане такая вытаскивала а потом сам на брюхо сел сугробе потом мы его вытаскивали ну не мы там самосвалы когда мы с этого сактау возвращались правда когда мы возвращались и застревали он нас вытаскивал за тенге когда сам сел на брюхо мы его вытаскивали не мы говорю а самосвальчики там стояли бесплатно где-то даже видео есть надо будет посмотрю если не забуду ссылку скину все водичка вот набрал даже на весу висит получается чается он сколько тут той гусеницы совсем чуть-чуть да но на 1 3 находится всего лишь на так он привязан должен быть хорошо не дай бог он на ямке не подпрыгнул не кульнулся куда-нибудь влево или вправо так водичка все полные запасы пополнены все можно двигаться а мимо этой великой реки проехать и не снять просто рука не поднимается он видится на горизонте красавчик енисей в этих местах не замерзающий красноярск-кубеково вот сюда вот если в эту сторону посмотреть вон она течет и левый берег все равно левый берег гористый а правой пологий как как у волки то же самое то один берег гористый 2 более ровный интересно природа как природой создана а тут ничего альтернативу региону 24 строят злой сервис не сидела все то все равно опять какими-то только что солнце светило уже он опять облака тучей до фонаря как бы не сильно пугает это вставлять там по гравейке по мокрой проедем все во что кормилица превратится кошмар летим в сторону каннска 99,9 процента что каннск пойдем через город есть там прям с этой стороны на въезде не будет никто стоять не поеду я по этой въездной сейчас димка проехал товарищ не внушает она говорит доверия знает нынче сейчас еще куда не шло вот зима придет накатает там эти лёд накат беда полная уже и мостик виднеется через красавчики и висей смотрите какой вентилятор поволок это наверное вот на эти лодки такие которые там пока мыша можно летать заведешь этот пропеллер я видел такие американские фильмы про этих всяких там рэмбо первая кровь или какая-то там из этих вроде бы там они на таких носились в детстве конечно молодости юности на этих фильмах росли шварц команде хищник все такое брус лей декича я вот по россии таких не встречал нигде шут где-то вот нормально зовут по камышам по болотистой местности носиться по воде вообще огонь ну что вот и енисей чик на приставка чик здесь неуместно здесь надо ставить прилагательное красавчик вот он вот он вот он с какой стороны лучше на него смотреть я думаю наверно с этой рыбаке по берегам рыбку ловят грех такой реки ты рыбу не ловите чего чего ты добра тут должно быть мерено-немерено маке ловили рыбу а поймали рака решил съехать со своими вентиляторами но точно так это лодка и есть да он видится потом лодку и поволок такую с этим вентилятором класс прокатиться на такой интересно было бы рыбная тут им на кольце уже в пору стационарный пост выставлять вечно тут пасутся как не едешь стоят стоят говорят в тахограф идут очень любят нос засунуть чат куда и там еще что-нибудь куда-сюда сейчас посмотрим в тахографе и а и и и и ведь что и и и продолжаем движение прямо продолжаем так нервничать через 150 метров и используйте держитесь проверяем линейка все дела автоозом уже издеваются линейка хоть сертифицированная меня тоже не копарить любили литой линейкой мерить ну давай поверку посмотрим чего посмотрим поверку что линейка сертифицированная сразу как-то так в лице обычно меняются так я думаю и здесь особенно мне нравилось на Астрахани один раз ходил в Волгоградской губернии там все нормально там это что-то по-моему Калмыкия тоже не трогали давно было а этот в Астраханскую область въезжаешь и по-моему 4 поста было там если я не ошибаюсь может меньше было самой в Астрахани на въезде и еще и главное так едешь на посту останавливаешь на обочине прижимаешься обочина коррелая такая получается машина уже так под углом вправо там наклонена приходит с линейкой мерить так раз этот ну не линейка а этот обычный как она называется рулетка такой наверх чик-чик-чик подымет до земли опускает о, говорит 4.05 говорит не может быть такого ну давай говорит перемерим опять туда и наверх раз вот уже 4.07 все понятно давай брат поехали место для проведения этого технического контроля площадка сертифицированная с градусами со всеми что нет ни уклонов ничего там линейку сертифицированную у меня таких рулеток дома валяется немерено я говорю сейчас сразу фильм вспоминается смарт когда мне дрова продавал какой линейки когда ты мне дрова продавал митяя спрашивает какую рулетку и мерили а у него полметра на астрахани на посту там вообще в астрахани на посту отдельные истории заслужили там и хруст у него там выпирает там чуть-чуть так железо везли какой-то на эту на строящийся платформу которая нефть или газ там что-то добывать в каспии строилась там и прямо возле него выгружались классно охренеть такая здоровая-здоровая и что-то там это железо развалилась внутри немножко вылезло и габарит все блин дороги сначала сделать и потом я пошел писать а мы уже 1 таможены ехали две машины были с товарищем ворота клапан сзади открывается если это железо поправили приходится протоколом да и по нему туда уже протокол пишет все что ты пишешь не toreit так денег а парит у тебя выходит ведь не чувствитель его физиономика перекосило а он же фамилию мой вписал номер машины там все дела устранили дал документ мой слой с вами поехали интересно было когда же этот момент настанет кто знает мы будем на право уходить на объездную грантскую говорят следующем году это не здесь будем ходить можете тут дальше они здесь 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 вот сюда на будете здесь будет съезд на объездную сейчас мы идем сюда на объездную а потом будем уходить другую сторону резко пошла я думал 500 440 здесь тоже бегать такая же самая как наша один в один наш прицеп такой же в новосибирских номерах все никак встретиться с ней не получается как как поживает ворон то сколько его нашел не тут за сходняк общак делят нормально как так это выглядит довольно таки величаво вот это там и в той промзоне я когда-то грузился один раз из Каннский лиственницей зимой правда поедем через центр нету меня никакого желания на эту объездную ехать если ты можно так назвать объездной скорее всего скорее вернее Каннский автобан немцам какого на этот автобан прислать сказать вот смотри какие автобаны бывают охренел бы . а богучом и бакучом и прямо не поедем это уже будет слишком нагло с нашей стороны На следующем кольце выйдем в право в город. Перепроложить. Готовь здесь через 800 метров въехать на дорогу с круговым движением. Дорогу с круговым движением используйте второй съезд, первый, если под знак. Я как-то ездил, один раз как-то зимой ночью проскакивал. Я смотрю еще куда я тут уехал. Скамейка вышла вон оттуда. Вот это вот рыженькая. Телка. Так, так, так. Сейчас посмотрим сколько у нас времени займет. Так, 11.06. Погнали. Движение запрещено. Окей. Ну, не так уж, наверное, и запрещено. Сейчас посмотрим. Движение запрещено. 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 Продолжение следует... 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 коллега туда, и они его сразу устанавливают. Сейчас посмотрим, поедет он или будут они его развернуть. Если увидим, конечно. Ну, а мы чего сейчас? Мы сейчас за Каннском встанем, отубедаем. Займемся кишкоблодством. Ехать осталось 285. Сколько тут до Тайшета? Не знаю. Надо смотреть. 150. Да, 150 до Тайшета. Уже до съезда отсюда. Вот сейчас пообедаем. До Тайшета доползем. Что, коллега, стоит еще? Ничего не вижу. Да, вот. Рев стоит еще, видите? Вот он поехал, только... Эх, мы не увидим, куда. Ладно. А вот пацаны на объезд пошли. Мне понравилось через город. Век воли не видать. Поехали вон туда на горочку. Заберемся. Достанем кухню, самовар. И будем кайфовать. ой, чуть не упал. Красноярск, нефтепродукт. ДТ ровно 50 рублей. О, из Каннска. Как говорил, на горочке. Сказано, сделано. Греем. Супец. Теперь у нас будет борщ. Не украинский, но борщ. Сава. Без пампушек. Ну и, соответственно, чаек. Джишка 480, да? Под травом. Что тут у нас? Все хорошо. Ломба на месте. Вот здесь тут тоже все. Чин-чинарем. Хорошо, когда все хорошо. Будем обедать. Верхний, верхний, который Имгаш. Район Нижний Имгашский. Немножко сбросим, не будем так быстро ехать. Подождите на своем этом мупеде. Все, мы уже определились. Так и делаем. Едем перед Тайшетом. Становимся на стоянку. Ночуем. Ночуем. И часика в 6 утра с первыми лучиками солнышка будем выезжать, потому что ну сколько тут солнца еще не спряталось. Ну час, ну полтора, ну два из темней. Дорога неизвестная. Сейчас вот в Каннске кушал. Подписчик подъехал, Максим, прийти, в Рыщи. Одиночки тут, пятитонечки тут бегает по месту. Я говорю, доеду до туда. Да, говорит, доедете. Дорога есть. Микс гуд, конечно, но доедете. Вот уже говорит, дальше туда, от Чумского туда в сторону Братска, название там поселка называл. Говорит, там вообще вот сейчас дожди прошли, все разбили, не стоит ехать. А вот именно до Чумского она там говорит, асфальт, гравейка, асфальт, гравейка. Короче, потихонечку до топы. Но сейчас в ночь что туда ехать? Где там стоять? Адрес какой-то дали на дороге потом там. Зачем? Переночуем с утреца по хватку. Рванем-с. Там ехать-то осталось, мне 106 километров уже до этого, до поворота на Тайшет. Ну вот этот парнишка говорит, через Тайшет не едьте, проедьте немножко дальше, получается проехать и с той стороны зайти, тогда город вообще не цепляем. там километров 10 может лишних. Все. Спасибо. Так и сделаем. Сейчас только определиться, где встать. Там есть стоянки, что там прямо на развязке, по-моему, там я помню. Сейчас что-нибудь придумаю. Где-нибудь приткнемся. Аловина-Черемхова. Все. Здесь дорожная сеть. Здесь самый главный критерий отбора есть интернет. Тут до Тайшета остается может километров с 20 с каких-нибудь. Там одна стоянка в Тайшете на там на развязке. Там дорожной сети нету. Я точно знаю, что здесь тянул интернет. Поэтому все. Время у нас 20 минут 8-го. Перепроложить. Поэтому мы становимся, ночуем и завтра. Я не знаю. Что в 6 утра наверное. Может в полшестого выедем. Посмотрим. Наверное я тут рядом с этой сканией и стану. Или здесь с этими автовозами рядышком встать. За борту 0. ночи уже холодные. Сибирь? Сибирь? Антона и Сибирь? А тут с этими автовозами. И пришвартуемся. Батя? Дорожная сеть, бать. Ночевать? Ночевать? Ночевать. Рядышком поставить так рядышком какие проблемы. Нам же не сложно. Загнать между автовозом и тут скамеечка стоит. Сибирь? Сейчас загоним. Сейчас загоним. Все четко, зашли. Немножко неудобно камеру держать и руль крутить. Вот прямо возле батик. И будем мочевать. Все, всем спасибо. И сегодня, завтра будет, я думаю, повеселее. Завтра нас ждет Чунский автобан. А теперь спать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok